На библейский портал Экзегет приходят вопросы, а мы пытаемся на них ответить. Как по-христиански относиться к бессмыслице нашей жизни? Очень интересный вопрос, и действительно, в какой-то момент любой человек, будучи трудолюбивым и занятым любимым делом, вдруг приходит к осознанию бессмыслица. Совсем недавно один глава семьи тоже задал примерно такой вопрос, и говорит, как не разочароваться, как, в общем-то, не пасть человеку, когда ты пребываешь в мирской суете, когда у тебя дома замечательная жена, дочка, и вот мне приходится много работать, мало уделять им времени, естественно, устаю, из-за этого бывает и раздражение, и злоба, не уделяю время. Не бессмысленна ли моя жизнь такая семейная, как, в общем-то, жизнь, наверное, как бы многие задали бы этот вопрос. Действительно, если мы с вами ставим во главу угла нашей жизни то, что является общечеловеческими ценностями, ну, к примеру, семью, жену, ребёнка, родителей, и начинаем, в общем-то, работать именно на эту главу нашей жизни, то, естественно, мы придём к разочарованию. Неправильно расставленные акценты, они всегда приводят в уныние трудящегося и объект обожания. Мы видим с вами в современном мире, что культ детей достигает таких размеров, что бедные дети погибают в этом культе любви, так называемой, любви с маленькой буквы, когда пытаются ребёнка освободить от всего и от вся, а потом удивляются, а что же дети такие невоспитанные растут? Простите, заходишь в метро и видишь, как бабушка, заводя ребёнка, которому уже 5, 6, 7 и больше лет, 10-12 лет, его усаживает на свободное место, иногда даже воюет, чтобы отвоевать ему место, а сама стоит. Никогда такой ребёнок стакан воды не подаст, никогда этому ребёнку даже в голову не придёт, что стакан воды надо, в общем-то, подать. Только воспитанный ребёнок, знающий, что о взрослых надо заботиться, и старшему поколению необходимо уважение и внимание, и забота о нём, вот именно он и подаст. Что же нам с вами делать? Как бы нам с вами не разочароваться вот в нашей с вами повседневности? Для того, чтобы не разочароваться, нам надо сделать следующие шаги. Очень чётко расставить приоритеты нашего обожания, внимания и заботы. О чём я говорю? Мы с вами должны понять, что на первом месте у нас должно быть служение Богу, достижение Бога. И тогда всё остальное становится средством достижения этой цели. К примеру, допустим, моя матушка. Она, правда, привыкла, я поэтому и привожу пример, что я её называю средством достижения Бога. Она сначала, конечно, сопротивлялась, но сейчас, я так понимаю, привыкла, потому что поняла смысл этого средства. Я должен так воспользоваться средством, чтобы достичь Бога. Возможно ли телефоном забивать гвозди? Конечно, возможно. Не очень эффективно, но, конечно, возможно. И думаю, много гвоздей вы, в общем-то, не забьёте, потому что бюджет у вас не позволит делать это долго, если вы ещё тем более строитель. Но телефоном надо пользоваться так, чтобы можно было позвонить, чтобы можно было узнать какую-то информацию, чтобы можно было бы кому-то послужить не себе только на развлечение и накачивание себя ненужной какой-либо информации, но чтобы послужить другому человеку. Вот вы сейчас смотрите по телефону портал «Икзегет». Это правильное использование телефона. Точно так же и с нашими окружающими. Если мы правильно будем обращаться с нашими жёнами или мужьями, с нашими детьми, будем так обращаться, как заповедал Христос, чтобы достичь именно Царствия Небесного, чтобы достичь самого Христа, чтобы обожиться. Если мы правильно будем обращаться всем тем, что нам дано, работа, может быть, какие-то материальные блага, квартира, дом, не знаю, у кого-то машина, что-либо ещё, участок приусадебный, свободное время, это тоже сюда относится, даже пища, которая, в общем-то, нам с вами дана, а уж тем более наши близкие, знакомые, незнакомые, которые, может, сейчас находятся где-то в больнице или, наоборот, нуждаются в нашей какой-либо помощи, если правильно мы будем с ними обращаться, то, конечно, и они будут счастливы, и мы не будем в выигрыше, и мы приблизимся к Царству Небесному. Поэтому дарение цветов моей матушке – это необходимая часть правильного обращения с тем объектом, с помощью которого я хочу достичь самого главного, что есть в моей жизни – это Христос. А если бы, конечно, в моей жизни самое главное был бы отдых, то тогда бедные и несчастные мои домочадцы и все окружающие. Я бы лежал, ничего бы не делал, и они всячески меня бы обслуживали, но, думаю, это продолжалось бы недолго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok